Всем привет! Меня зовут Ирика Карева, я к никакой институции не привязана, просто я чуть-чуть играла в видеоигры. Я хотела сделать презентацию, где будут какие-то положительные примеры видеоигр. Я использовала инди-игры, потому что если мы берем такие игры, как Mass Effect или Tomb Raider, тут для их анализа включается уже очень много регистров и уровней, и анализ требует очень большого инструментария, и даже визуальная составляющая делится на саму модель персонажа и на технические возможности. Если мы берем инди-игры, то тут все проще, потому что они не требуют больших графических возможностей, и они могут непосредственно передавать концепт, проблематизировать какую-то локальную идею. Например, я начну с такой игры. Есть игра, она существует в качестве отдельного приложения, в которой показано интервью, то есть собеседование. Проходят его два человека, вопросы и их какой-то бэкграунд ничем не отличается, кроме одного факта, то что один человек является мужчиной, другой женщиной. Таким образом, в ходе уже игры мы видим то, что этот фактор влияет на то, как проходит интервью и какие результаты в итоге получаются. Следующая игра называется социальная дисфория. Дисфория – это противоположность эйфории. Флэш-игра «Социальная дисфория» позволяет на себе прочувствовать, что такое миссгендеринг, обращениями не в том роде или не с теми местоимениями, о которых человек попросил, попросил, а которые использует для себя сам и сама. В игре в самом начале, она вот так вот выглядит, она в 90-х годах была разработана, это просто браузерная игра. В самом начале появляется вот этот вот цис-бот, который приветствует вас и спрашивает. И говорит, мальчик вы или девочка, нам предлагается выбрать. После того, как мы делаем выбор, он с этим не соглашается. Там разные реплики от него можно услышать. Но вот я выбрала ответ «мальчик», и он сразу же сказал мне «Эй, нет, ты совсем его не видишь как мальчик. И тут слово «дайк», но вот здесь вот справка, оно обычно является обращением к лесбиянкам, и оно обладало негативной коннотацией изначально. Потом уже, потом оно уже было переопределено самими кверсообществами, но, в общем, это ругательство. И далее, вот нам говорят, что нам нужно будет уклоняться от ошибочных местоименец ввода. То есть, мы сказали, например, то, что я мальчик, вот, он, несмотря на это… Так, вы можете расстреливать ошибочные местоимения, но не попадаете под удар. Несмотря на это, он называет нас вообще не так. Вот он говорит «Она», «Мэм», «Лесбиянка» и так далее, и так далее. Все это, все эти местоимения мы расстреливаем. И там еще очень забавный такой луч местоимений, который иногда ЦИСБОТ обрушивает на нас. И там, ну, это все-все-все обращения, все местоимения, все вместе. И если по нему попасть, ну, тут же будет ГМО, как бы. Ну, да, в общем, там три уровня. Местеремений становится все больше и больше. Иногда очень редко падают те, которые, как бы, то, как мы хотим, чтобы к нам обращались. Вот, если я мальчик, там попадает иногда бой или джентлумы. Тогда мы их ловим и, ну, получаем жизнь за это. Следующая игра, она вот в 2016 году вышла. Это текстовый квест такой, который называется «One is dead». То есть это, ну, когда вы, ну, вступаете в половую связь с человеком на одну ночь. И, ну, обычно, обычно в нашей культуре это имеется в виду то, что, ну, обычно такие случаи заканчиваются тем, что люди просто встречаются. Ну, и на следующий день они вообще никак не коммуницируют, расходятся в разные стороны. Здесь игра начинается с того, что мужчина просыпается в комнате, не своей комнате, обнаруживает то, что рядом с ним лежит женщина, он голый и он ничего не помнит о той ночи, которая прошла. Он только испытывает чувство похмелья очень сильное. Он берет свой телефон, и там ему приходит сообщение от его друга Гарри, который у него спрашивает, «Эй, что вообще случилось вчера? Ты со мной там всего один коктейль выпил, потом ушел, как-то кинул меня, что такое?» Вот, и нас спрашивают, рассказать ли другу о девушке, вообще об этой ситуации. Можно по-разному поступить. Вот, если выбрать «да», этот друг отвечает то, что, ой, ну, это какое-то, наверное, ты, наверное, хвастаешься, я тебе не верю. И нам предлагают тогда сделать фотографию, можно сделать фотографию этой девушки, и вот получается такая, появляется такая надпись, это мысли персонажа, за которого мы играем. «Я один, Гарри ноль, ха-ха». Ну вот. Ну, дальше, в общем, если дальше таким образом играть, тогда никакой коммуникации с девушкой не получится. Вот это спойлер. Это… там 9 разных концовок, и я старалась очень ежедневно разговаривать, но, тем не менее, у меня не получилось даже остаться друзьями с девушкой, она всегда хотела, чтобы я ушла. Можно осмотреть вообще всю комнату девушки, посмотреть, чем она увлекается, у нее есть гитары, какие-то книги, и вот, например, там вот есть фильм. Что такое IRL, я не знаю, но… «In real life». «In real life». А, «In real life». «Любовь», значит… «В реальной жизни». «В реальной жизни». «В реальной жизни». «В реальной жизни». Называется так фильм. Мы смотрим, и нам предлагают выбрать, что мы об этом думаем, там. Можно ответить, ой, это кажется мне очень скучным. Потом мы разговариваем, собственно, с этой девушкой, говорим мне то, что, ой, вот я видела то, что… Увидела у тебя этот фильм, мне показался он очень скучным. И, ну да, и в общем, с одной стороны, кажется то, что эта игра воспроизводит гендерные стереотипы о том, что вот женщины, они интересуются только какими-то любовными романами, любовными фильмами и так далее. Но она отвечает очень интересно. У нее есть, вот, она рассказывает такое мнение, то, что не нужно так быстро судить о фильме. Это отличный комментарий на то, каким образом технология изменила тот способ общения с людьми и на наши отношения с ними. Там, в общем, очень много разных вариаций. Еще вот была вариация, когда вы обращаете внимание на таблетки, которые находятся у нее в комнате. И спрашиваем у нее, что это за таблетки, ой, неужели я вчера их пил. Ну и, в общем, таким образом обвиняем девушку в том, что она накачала этого персонажа наркотиками, ну или чем-то непонятным. В таком случае все кончается вот такой концовкой. Вы открыли концовку «Прогулка стыда». Так что, нас накачали или как? Нет. Нет, это мы совершенно необоснованно обвинили девушку. Так, ну, теперь я уже, да, немного отошла от инди-игр. Просто вспомнила еще другие игры, в которые я играла. Вот была игра, которая называлась «Айберия», она там в нулевых годах вышла. И игра, повествует, а там главная героиня – это девушка, которая является юристом. И ей дали задание отправиться в северные земли какие-то далекие. Во Франции. Это в Франции веки. А, во Франции, точно, да. В Франции изначально. Да, изначально во Франции. Ей нужно… Скажите, продать фабрику. Продать фабрику, точно. Ну да, дальше там уже сложнее все заворачивается сюжет. Очень красивая игра, но там, помимо всяких вещей с самой Сибирью, с мамонтами и фабриками, там был такой маленький фрагмент сюжета, то что ей иногда звонит ее парень, и он очень, очень, как бы… Как это называется? Ну, в общем, он говорит ей то, что ей нужно скорее вернуться обратно, домой. То, что они договорились поужинать вместе, а она его как бы продинамила, что это такое. И, ну вот, он вот так вот… Ну, показано то, что у них не совсем доверительные отношения, и вообще, наверное, можно назвать его абьюзером. Хотя там мало об этом. Ну, посмотрите, это с другой точки зрения. Ваш близкий человек уезжает в другую страну, чёрт, а никуда не собирается возвращаться. Как вы не сказали именно эту ситуацию? Ну, можно поговорить… Да, он спрашивает, что ты там делаешь, она говорит, ну, понимаешь, дело с контрактом очень сильно усложнилось. Я сходила туда-туда, там… Вот, там не было этого человека, с которым мы должны были заключить контракт, поэтому, к сожалению, мне придётся ещё дальше отправиться на его поиски. Ну, вот, на это молодой человек там… Ну, этого он вообще не принимает, и это, в общем… Настаивает на том, что она должна вернуться, потому что, в общем… Ну, непонятно в чего. Я так понимаю, что вы хотите сказать, что это интересный взгляд злойевых на то, что… Раньше считалось, что если мужчина уезжает в командировку, то… Да. Если женщина уезжает в командировку, то это что-то пошло не так, как же так, как же так, как же мне молодо оставить, и что-то в этом роде. Да, да, да. Проблема в том, что у неё в командировке затягивается на один, не на два, а на, извините, до конца всей жизни. Ну, там ещё очень интересно построено, вообще, там немножко рассказывают о той социальной ситуации, в которой она находится. Она находилась, будучи вот в той реальной жизни, как бы. Она… У неё был вот этот вот молодой человек, они выполняли очень такие типичные, типа, гендерно-нормативные вещи. Вот они, ну, смотрели вместе какие-то там просто фильмы, ходили в ресторан, и толком никаких, как бы, хобби, интересов они не разделяли. Об этом там говорится вкратце. Также у неё есть подруга, которая звонит ей и рассказывает о том, какие она вещи приобрела по скидке в магазине. Это тоже, ну, как бы, нам показывают такую очень простую какую-то потребительскую, как бы, нерефлексивную, как бы, ситуацию… Жизнь, вот, в такую ситуацию, вот, из которой, оказывается, выброшена эта героиня. У неё, она находит очень много интересных, как бы, вещей, там, приключений, за которыми она следует. Но она не может этим поделиться с теми людьми из той жизни, вот. И оказывается то, что, ну, это не совсем вообще то, чего она хотела. Ну да, кроме этого, в игре здорово показывается социальное расслоение, там, много раз ту же из второй части скриншот, по-моему. Ну, вот, там, ну, прямо напрямую первый фрагмент показывает город, где… Который разделён на два яруса, и сверху живут богатые, внизу бедные. И мы беседуем и с теми, и с теми, и узнаём, ну, в общем, разницу социального опыта в том или ином классе. Ну, ещё про масс-эффект. Чуть-чуть я нашла классное видео на вот таком вот канале, который называется «Гейстер за гейст». И там, ну, очень много всяких таких, каких-то маленьких вещей этот блогер заметил, которые мало кто замечал. Он же сказал, вот, например, то, что изначально, оказывается, в первом масс-эффекте были прописаны отношения мужчины и мужчины, но… Кэйдена. Кэйдена. Кэйдена и таншефт, если вы играете за мужского персонажа. Вот. Но руководство поразмыслило и сказало то, что нет, мы не будем это включать в игру в итоге. И только после какой-то уже критики эти такого типа отношений, они появились вот в третьей части. Вот он показывает то, что в первой части масс-эффекта нам предоставляют возможности лесбийских отношений, но не предоставляют вот гей-мену отношения. И, ну, таким образом, все равно эта игра отображает так называемый «мэл-гейс», такой мужской взгляд, потому что, ну, тот взгляд, который считает то, что там, если это гей-женщина, то это… Красиво. Да. Красиво и, ну, вполне там нормативно, и они не обязательно должны обладать какой-то субъективностью. Это во второй части, по-моему, скриншот «Оттуда», где Соларианец говорит этому Шепарду о том, что ни при каких обстоятельствах Шепард не может выразить свой интерес по отношению к этому Соларианцу или какому-либо другому мужскому персонажу. Ну да, и там только можно согласиться с этим. И этот фрагмент показывает различия, различия сцен, которые мы получаем. Вот, если мы играем за мужского персонажа, тогда в постельной сцене наш партнер бросает нас на постель, а если за женского Шепард, тогда она, наоборот, бросает своего партнера на постель. Вот, а ещё мне удалось чуть-чуть поиграть вот в эту игру, которая… сейчас её продолжение, по-моему, вышло. Да, но пока я ещё совсем чуть-чуть не поиграла, но мне кажется то, что здесь главный герой – это подростки, и это уже достаточно нетипичный вид социализации, нетипичный вид тоже гендерной идентичности, самоидентификации какой-то. Поэтому эта игра также не является, не следует как бы, не поддерживает там доминирующий гендерный порядок. Там есть случаи, когда девушка подвергается харассменту со стороны работника полиции. Монашка, девушка из религиозной семьи, её все травили из-за того, что засняли на видео, как она в состоянии наркотического опьянения или что-то вроде этого. Да, 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 там ещё… А ещё к ней охранник приставал, все думают, что он педофил, на самом деле там что-то он с неё подстревал или ещё что-то. Да, ну и в общем, да, мы видим то, что этот охранник подходит к ней, и, ну, очень… Он как бы ничего плохого не имел, но что получилось, то получилось. Девушка очень от этого боялась, там… Ну да, и подвергается харассменту, и нам предлагают что-то сделать, либо сделать фотографию этого, либо вмешаться, вот. И если мы вмешиваемся, тогда мы… Ну, тогда он, ну, вроде как, не так сильно уже напирается, и… Ну, если я не вмешиваюсь, он просто понимает ситуацию, отстаёт от неё. Он просто думает, что там что-то зародится, да чёрт. Ну, там всё сложно. Вот, и последнее ещё я хотела бы рассказать об игре, которая была сделана в 93-м году. Таким вот арт-коллективом «Венес Матрикс». Он был основан в 91-м году, и они являются авторами, авторками манифеста «Киберфеминизма» 21-го столетия, в котором вот впервые появляется этот термин «Киберфеминизм». Я думаю, что мало кто знает о таких вот направлениях, как «Киберфеминизм» или «Ксенофеминизм». Во-первых, потому что вот сами их тексты и проекты, они используют очень серьёзный философский контекст, и, ну, и они используют, соответственно, такой язык, который, ну, часто амбивалентен там и отсылает сразу к множеству каких-то концептов, поэтому это достаточно сложно перевести. Вот я попробовала перевести пару абзацев вообще о том, что они делают, об игре, и вот так вот получилось. В своём манифесте ВНС-матрицы заявили, мы современная, вагинопозитивная, антиризм, безграничная, высвобождённая, непрощающая. И мы являемся вирусом нового мирового беспорядка, разрыва символического изнутри, саботирующий мейнфрейм большого папочки. Клитр — это прямой путь в матрицу, ВНС-матрицы. Здесь сразу очень много просто вещей приходится пояснять, потому что, например, антиризм можно перевести несколькими способами. И reason в философских дискурсах — это обычно разум, ну или reason, как у Декарта это было. И за этим стоит целая такая философская парадигма, которая ставит разум выше чувственности, скажем, выше телесности и так далее. И которая возвышает вот именно, ну вот, логос как бы над всем. И вот здесь мы видим, вот этот reason появляется в связке с… там было Kant positive. Это, ну если вкратце, это вообще восстание против большой традиции, которая называется фаллогоцентризм, которая доминировала на протяжении очень большого времени в философии. Потом, вот, например, то, что Venus Matrix саботирует мейнфрейм большого папочки. Большой папочка — это, ну такое, как бы устойчивое выражение с одной стороны, с другой стороны, киберфеминистки, они смотрят вообще на процессы производства в киберсреде и на то, за кем вообще, кто является, кто руководится этими корпорациями и кто направляет развитие киберпространства. И это в основном вот такое. Они символически выражают вот фигуру большого папочки, это, ну там, там, ну обычно, белый мужчина. А мейнфрейм можно перевести, это, с одной стороны, это отсылка к теории фреймов, вот, а с другой стороны, это центральный процессор и основная память компьютера вместе. Вот, значит, их работа включает в себя инсталляции, события, плакаты, распространяемые через интернет, журналы, рекламные щиты, принимая во внимание социальную, сексуальную и социальную провокационную связь между женщинами и технологией, работы проблематизируют и подрывают дискурсы доминирования и контроля в расширяющемся киберпространстве. В 93-м году Венас Матрикс дебютировала в компьютерной игре, игре-установке, она называлась All New Jam, в галерее экспериментального искусства в Эдалаиде, которая получила эмоциональный интерес в пространении критиков и невероятное воздушное вызово. Добро, вот что там сказано, добро пожаловать в мир All New Jam, радикально трансгрессивную, интерактивную компьютерную игру для ненормативных представителей ненормативных гендеров. Спасибо за участие, вы приглашены присоединиться к All New Jam и ее ДНК-шлюхам, супермощной Экпатина Депенсис, Дентата и Принцессов Слайм, в их битве с Мэйнфреймом, Миг Дэйди и его техно-бимбо дружками Circuit Boy, Street Fighter и Another Total Dicks, с которыми вы столкнетесь в зоне конфликта. Это зона, где гендер, это способное перетасовывание шестибуквенное слово, а власть больше не сосредоточена в руках одной конкретной организации. Техно-бимбо, бимбо это обычно такое тоже сланговое слово, красивая, но глупая девушка, красотка или проститутка переводится. После входа в игру игроку задается вопрос, какого бы гендера? Вы можете ответить, мужчина, женщина или никакой? Никакой это правильный ответ. Если мы выбираем что-то другое, тогда мы попадаем в луп, который выбрасывается в нас вообще из игры. То есть это вне гендерная игра, которая акцентирована на распространение гендерности или вне гендерности за уничтожение гендера. Это правильно, правильно? Ну не совсем, это игра, которая хочет подорвать устоявшийся гендерный порядок и хочет подорвать ту иерархию, которая сформировалась в управлении киберпространством. Она выступает вот за свободу информации. Мне кажется, что Найза это ни мужчина, ни женщина в данном контексте. То есть мы не говорим из-за этого, что нет гендера вообще. Мы как бы относим себя, если мы делаем такой выбор здесь, мы относим себя к какому-то другому гендеру, который нам почти... Найза при этом не другой. Да, как не то, не другой, собственно, о том я и говорю. Да, да, спасибо, это очень точно, да. Ну вот, я еще зачитаю, что еще там говорят в игре. Путь внедрения коварина, тебя ждет множество препятствий, ты будешь заправляться слизью, пожалуйста, контролируй количество своих жизней. Не забывай пополнять запасы слизи и будь готова подвергнуть сомнению в гендерный конструкт, имей в виду, что моральный кодекс в зоне не работает. А там именно готова, там именно, то есть это как бы целевая аудитория для женщин. Нет, это на английском, поэтому там... Нет, вот эти глаголы, они как раз не имеют никакой краски. Вот. Но все-таки киберфеминистки, они выступают за борьбу за свободу информации, с одной стороны, с другой стороны. Сейчас я покажу скриншоты, где мы увидим то, что это... Мы увидим, в общем, как они относятся к женскому телу, и это совсем другой подход, там, не такой, который мы слышали до этого. Вот скриншоты я запрямлю. Вот big daddy mainframe тут. Вот главная героиня, DNS Lutz. В общем, это может показаться из нашей современной ситуации, это может достаточно странным показаться, потому что все, что мы слышали, говорит о том, что нам нужно отходить от таких, ну, от яркого, как бы, выражения, акцентирования на половых органах людей, вот. Ну, как их репрезентируют в играх. Здесь мы видим противоположную ситуацию, и вообще, почему такое может быть, это тоже связано с философским бэкграундом, вот. Можно вспомнить, вот, на примере одной статьи, можно кратко это попытаться объяснить. Вот есть такая статья, «Изменяйте оцене тела» Элизабет Гросс. Она тоже в 90-х годах была написана, и в ней акцент сначала делается на критике бинарностей, в которые встраивается вот как раз и доминирующее гендерное представление о людях. Там идет критика вообще дихотомического мышления, потому что, вот, мы видим то, что проблема дихотомического мышления заключается не в главенстве пары, а скорее проблематичности в условленной единице, тем фактом, что единица не допускает существования независимого, автономного и другого. Любая отличительность стискивается в жесткие рамки тождества, и привычное понятие выступает как единство, автономное или псевдоавтономное. Единица не допускает существование двоек, троек, четверок, она не может вынести никакого другого. Также дуализм, главный, наверное, дуализм, который критикует Элизабет Гросс, это противопоставление разума и тела, который, как она пишет, можно проследить, начиная с Декарта, который разделяет эти вещи, и это приводит вот... Ну, это приводит вот к тому, что в итоге мы имеем разум, который доминирует над любыми другими формами познания, который организует любого субъекта, и который является главной собирающей его характеристикой. И Гросс пишет то, что... То, что если мы возьмем любую, любую бинарность, вот, которая существовала, философия, мы можем, в общем, выстроить... Есть ассоциация между оппозицией разума тела и спарным соотношением мужчина и женщина, где мужчина и разум, женщина и тело выстроены в репрезентативный ряд. Такая корреляция является основополагающей в процессе развития философской мысли до сегодняшнего дня. Поскольку познание рассматривается как чистый концептуализм, его отношение к телам, телесности, как самих познающих, так и их текстов, а также взаимодействие этих материальностей должны остаться в тени. Философия, как научная дисциплина, таким образом, исключила из своих практик все женское и женщин вообще, имплицитно кодируя феминность как неразумность с ассоциированной с телесностью. Я понимаю, что игра пытается подорвать эту идею? Да. Ну вот, помимо всего прочего, половые особенности тела и то, как половые различия влияют на истину, продуцируют истину, познание, справедливость, никогда не подвергалось осмыслению. И если теперь мы вернемся уже к тем скриншотам и к тому, как нам показаны тела этих Дены и Слац, мы должны вспомнить вот эту проблематику и как раз это является иллюстрацией того, как осмысление телесности в изобретении истины и в изобретении вообще концептов. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ